Итак, закончилось брожение вина и сегодня мы обсуждаем, какие дальнейшие действия нам нужно предпринять и также поговорим о некоторых ошибках, а именно о том, почему не стоит спешить выносить вино на холод сразу после окончания брожения. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Когда мы с вами говорим об окончании брожения вина, когда мы с вами говорим о остановке брожения вина, я вам всегда говорю, для начала нам нужно убедиться, а действительно ли брожение прекратилось. Вот давайте с вами сейчас посмотрим конкретные примеры. Смотрите, какие шикарные примеры. Затвор сдвинулся в обратную сторону, то есть мы предполагаем, что брожение уже закончилось. Теперь давайте посмотрим в суслу. Конечно, здесь будет свеча, вот видите, островские пенки. Они говорят о том, что брожение еще идет, брожение спиртовое. И спешить с этим вином что-то делать не нужно. Вот рядышком второй пример. Вот здесь затвор сдвинут как надо. И вот они, наши пенки. Очень часто бывает, что казалось бы, все брожение закончилось, все остановилось, потом буквально чуть-чуть потеплело, и все. И опять начинается брожение, опять начинают появляться вот эти самые островки. Вот еще один, то же самое, да? Развернулся затвор, а там он, он, отсвечивает, конечно, от бутыли. Но маленькие вот эти вот пенки, они есть. Даже вот на этом сусле, смотрите, здесь вообще полбутыли всего лишь налито. Да, уже давно здесь затвор качается туда-сюда, мы держали это на веранде в прохладе. Теперь уже перенесли в комнату. Комната, правда, здесь тоже отапливается слабо, но когда мы дом протапливаем, все равно температура здесь несколько поднимается. Опять же, мы видим развернутый затвор. А вот там, я не знаю, будет ли вам видно, но чуть-чуть вот эти вот островки пенок, они есть. Кстати, у начинающих виноделов появление таких пенок, их может смутить, и можно подумать, что вино заболело. Особенно вот в бутылях, где плоховато видно. Смотрите, вот на это видно хорошо, да, оно такая полуоткрытая. Вот здесь уже, ну, видно, конечно, но видно плоховато. И я сама однажды, тоже мы вину перевезли уже в квартиру, и так получилось, что смотрю, какие-то хлопья пошли. Они иногда выглядят как хлопья. Здесь они пока что темненькие, а бывают эти пенки светленькие. Я прям думала, все, мое вино заболело. Даже под микроскопом смотрела, ну, что я увидела воздушные пузырьки. То есть это брожение, бояться его не надо, нужно просто наблюдать. И смотрите, вот перелить вино в таком состоянии уже можно. Конечно, желательно все-таки дождаться, чтобы оно полностью выбродило. Но смотрите, если вот ситуация как здесь, ну, так получилось, не было другой тары. Здесь литров 7 в 20-литровой бутыли. Вот смело можно переливать. И уже наливать практически под горлышко. Много раз, когда мы разбирали с вами тему брожения вина, я говорила о том, что у спиртового брожения есть две стадии – бурная и медленная. Вот бурная, она всем заметна, всем понятна. Там перчатки махают, затором булькают, пена прет, и вино гудит, и все остальное. Есть стадия медленная. И вот в примерах вы как раз увидели эту самую медленную стадию. Смотрите, нам все-таки желательно, чтобы спиртовое брожение завершилось полностью. В ином случае, вот часто, да, нам показалось, что брожение закончилось. Мы быстренько с осадка сняли, в холод перенесли, потом разлили в бутылки. А потом, это ваши реальные комментарии, я не выдумываю это с потолка. Вопрос, а что делать? У меня вино пенится, как шампанское. Ну, ничего не делать. У вас классический недоброд. Страшного в этом ничего нету. Кроме того, что в какой-то момент ваши бутылки могут разорваться. Да, такое может быть не исключено. Второй негативный момент, который может случиться. К примеру, да, вы вот там вынесли на холод ваше вино, а потом перенесли его в подвал. Там чуть теплее, дрожжи там начинают дображивать, дображивать, дображивать. У вас, например, здесь-то такие крышки. Если мы говорим о стандартных таких советских бутылях 10-20 литров с пластиковой крышкой сверху, они прекрасно ломаются. Чуть-чуть повышение давления в бутыле приводит к тому, что вот эта пробка, мы даже слышали как-то дома, прям сидишь, она щелка, все, она треснула. То есть брожение там начинает процессы восстанавливаться, ломают пробку, начинается поступление кислорода, и ваше вино может очень красиво скиснуть. Вы же не ходите каждый день, проверяете, правильно? То есть это может привести к порче. Третье, что, даже я из ролика в роли повторяю, сахар – это еда, которую кто-то съест. Или дрожжи, или кто-то еще. И это тоже может привести к порче. Поэтому нам желательно, чтобы брожение спиртового завершилось полностью. Все, кто хотят оставить сахар, да, часто, опять же, комментарии, так вы рассказываете про сухие, а мы хотим сладенькие. Сладенькие надо стабилизировать. Три варианта. Химический, добавление каких-то консервирующих агентов. И два термических. Либо пастеризация, либо охлаждение и выдерживание при температуре каля-наля. Вот тогда, да, оно будет стабильно. Процессы там приостановятся. Все, как бы хотим оставить сахар. Надо думать, как это, ну, грубо говоря, законсервировать. Поэтому нам желательно, чтобы спиртовое брожение полностью закончилось. Как это определять, тоже на примерах я вам показала. И самое главное, не спешить. Смотрите, тоже вам кажется, все, брожение уже завершилось. Хотя вот эту бутыль тоже я перенесла в стуль прохладные комнаты, чтобы был какой-то фон, да. И был затвор развернут. Вот здесь чуть теплее, буквально на пару градусов. Все, затвор пошел работать. То есть какие-то там процессы идут. Но в такой стадии, в принципе, мы можем снять с осадка. Особенно если мы там уезжаем надолго. Мы боимся, что мало ли там. У нас здесь большое воздушное пространство. Да, я вам показывала еще одну бутыль, где вообще больше половины свободная. Ну, так получилось. Значит, мы переливаем в другую емкость. При этом мы можем с осадка снимать довольно грубо. Если немножко осадка попадет, при переливке ничего страшного. Единственное, будьте аккуратны с белыми суслами. С красными можно даже прям переливку с горла в горло делать. Белые при этом могут покоричневить. Поэтому белые снимайте с осадка все-таки аккуратно. Залили под горлышко, затвор поставили и оставили в теплом месте. Ну, возможно, теплом. На холод не спешите, нести не надо. Идеально градусов 20. Ну, если есть такая возможность. Ну, если нет, вот скоро мы сезон будем завершать. Наши бутыли здесь останутся. Уже какая будет температура, такая будет. Мы не можем все это возить туда-сюда. Но у вас, если есть возможность, то вот порядка 20 градусов. Пусть оно еще постоит. Для чего? Не только для того, чтобы завершилось спиртовое брожение. Но и для того, чтобы прошло брожение яблочно-молочное. Вот интересно, что у многих начинающих виноделок, кто-то вот рецептов каких-то начитался, еще про винный камень не слышали. Потому что надо на холод вынести, а винный камень не выпадет. А вот про яблочно-молочное брожение не слышали. Чего боится начинающий виноделок? Кислоты. Его напугали, да? Вино будет кислым, поэтому надо там воду лить, сахар сыпать. И все остальное. Ничего не надо. Надо дать, ну, нормально пройти все стадии. Так вот, как правило, после спиртового брожения начинается брожение яблочно-молочное. Иногда они бывают, протекают параллельно, но яблочно-молочное брожение может идти долго. Оно может идти месяц, два и три. И бывает и до полгода. Много факторов влияет, в том числе и наличие этой самой яблочной кислоты, наличие винной кислоты. Винная кислота, она сильная. И чем ниже PH, сусло, тем вот этим яблочно-молочным бактериям сложнее работать, и тем медленнее будет протекать процесс. Температура также влияет. Вот 20, это такая оптимальная. Если температура будет ниже, опять же, это будет очень долго. Но яблочно-молочное брожение, оно чем интересно. Вот оно, если началось, то оно и при плюс пяти будет идти. Но очень-очень-очень долго. И часто, опять же, бывает, что начинающий винодел только вино отбродило, тут же он его 10 раз осадка снял, хотя осадка как такового нет. На холод вынес, в подвал занес, а к весне оно начинает бродить. Потому что вот эти бактерии, они постепенно-постепенно раскачиваются, раскачиваются и начинают работать. Для чего нам вообще надо это? Яблочно-молочное брожение. Для белых вин оно надо не всегда. Хотя там спорный момент разных виноделов. Для белых винущая кислота важна. Она как бы дает основу вкуса. Для красных вин яблочно-молочное брожение считается обязательным процессом. Вот прям совсем-совсем обязательным. Это первый этап созревания, это первый этап стабилизации вина. Резкая, жгучая, пекучая яблочная кислота, которую так боятся, превращается в более мягкую молочную. То есть наше вино сглаживается и облагораживается. И наша задача дать этому самому брожению пройти. Оно может начаться и после того, как вы вынесли на холод, и после того, как уже винный камень выпал. Но оно будет начинаться медленнее. Оно придет к вам где-нибудь к весне. Конечно, вы к весне можете уже все выпить. Это же тоже дело такое. Но если оно пройдет, то вино будет мягче, приятнее, не будет таким жгучим, не будет таким пекучим. И вам не надо будет думать, как и чем это кислющее что-то разбавлять, чтобы оно было более-менее пидкое. Ну, я, конечно, утрирую. Но процесс лучше всего дать пройти. И для того, чтобы он прошел, не надо бежать выставлять на холод. Дайте ему постоять в более-менее теплых температурах. Любители конкретики, как всегда, задают вопрос, так сколько? Скажи вот сколько. Нет четкой цифры, и никто вам ее не скажет. Месяц, полтора, два, три и так далее. Слишком много факторов влияет на этот процесс. Все. Если вы создадите оптимальные условия, хотя бы в плане температуры, то оно пройдет быстрее. В принципе, за месяц может и завершиться. Как его понять? Смотрите. Вот я говорила, снимаем с осадка, заливаем под горлышко, ставим затвор. Вот всегда говорю, что лучше всего вот эти затворы по типу сообщающихся сосудов. Они информативны. Все остальное, вот эти крышечки, там еще какая-то ерунда, шланжик куда-то опущенный, булек там не будет, поймите. Будет чуть-чуть сдвинут уровень. Он может быть сдвинут буквально капельку. Потому что при яблочно-молочном брожении, да, выделяется углекислый газ, но он выделяется мало и слабо. Поэтому, как увидеть, это затвор. При этом, вот, чтобы там воздуха было мало, что и углекислого газа выделяется мало. Ну, как еще можно понять, идет оно или не идет. Налили чуть-чуть в бокал. Немножечко. На светлых, конечно, это лучше видно, на темных меньше, но налили, вот оно чуть-чуть постояло, и будут видны пузырьки. Мелкие-мелкие пузырьки по бокалу, они будут видны. Ну, попробовать тоже можно. Если вы ощущаете легкое покалывание пузырька, значит, тоже оно идет. Смотрите еще такой момент. Вы, конечно, этого ничего не делали, да? Отнесли ваше вина в подвалы, закрыли пробками. Ну, если вы там уже укупорились совсем, то там, конечно, ничего не сделаешь. Ну, если вот те же, я говорила, винтовые пробки, раз в когда-то проверяйте. Не надо открывать и лазить. Вот вы чуть-чуть пробку повернули, и если там есть избыточное давление газа, ну, вы его просто строите. Все элементарное действие, которое вот можно легко сделать. Если вы закаточными пробками закатали, да, и видите, что он немножко поднимается, ну, перезакатайте. Вообще не спешите укупоривать вино наглухо, потому что вообще вину надо время. И времени нужно достаточно много для того, чтобы оно полностью прошло все этапы. С учетом того, что вы часто ему мешаете, то все эти сроки еще больше удлиняются. То есть, как всегда, во всем виноделии самое главное, да, это выдержка винодела. Не надо спешить, не надо спешить предпринимать какие-то действия. И последний момент, который я сегодня хотела с вами обсудить, опять же, это ответ на ваш вопрос. Вот нет возможности держать при 20 градусах. Что делать? Куда тогда лучше переместить? Ну, туда, где температура будет несколько выше. К примеру, да, есть там холодный подвал, где 5 градусов, есть там что-то потеплее, где 10 градусов. Значит, перемещаем туда, где 10. Либо, к примеру, да, вот наша ситуация. Мы сейчас уедем, да, и в доме будет достаточно прохладно. А, например, в подвале сейчас стабильная температура, ну, не знаю сколько, допустим, градусов 8, да. Лучше переместить туда. Если есть такая возможность, мы перемещать не будем, потому что, ну, подвал маленький, там нет на это места, чтобы тащить туда бутыли. Но если у вас такая возможность есть, то есть либо где потеплее, либо где температура постабильнее. И просто, ну, имейте в виду, что вот такие процессы есть, такие процессы идут. Как я вам уже говорила на примерах, что вот вы пришли, глянули свое вино, а там вдруг какие-то вот белые пленочки. Посмотрите, что это за белые пленочки. Возможно, это возобновилось в первое воображение. Пошли вот эти вот, как я их слюнки называю, да, я сама реально как-то с этим столкнулась. То есть такое может быть, потому что не все процессы завершились. Просто имейте это в виду. Старайтесь, конечно, по возможности обеспечить оптимальные условия для ваших вин. Ну и самое главное, не спешите с розливом. Потому что, да, могут возникнуть всякие различные сюрпризы. Употреблять вино, конечно, можно на любом этапе, но не спешите. Проявите выдержку, получите более приятный продукт. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на плейлист по домашнему виноделию. Будет ссылка на каталог наших сортов награда и наши контакты. И до новых встреч!